По многочисленным просьбам подписчиков я решил снять небольшой видеообзор микрофрезера Proxxon MF70. Покупал я его в 2013 году в интернет-магазине в Германии с пересылкой по почте. Вместе с ним еще прикупил вертикальную дисковую шлифовалку и крошечную циркулярную пилу. Это была моя первая встреча с настольными станками Proxxon. До этого я их видел только на картинках в интернете и в публикациях у коллег судомоделистов на форуме Верх на столе. Поэтому когда я открыл коробку с фрезером некоторое время я был в шоке от его размеров. Он больше напоминает макет фрезера. Высотой он всего 370 миллиметров, ширина и длина учитывая координатный столик одинаковые по 280 миллиметров. Несмотря на его игрушечный вид я обрабатываю на нем мелочевку из стали, бронзы, алюминия и основное направление у меня для него это обработка древесины. Теперь обо всем по порядку. Основание фрезера чугунное в форме перевернутого прямоугольного корыта, пересеченного вдоль и поперек несколькими ребрами жесткости. Основание имеет четыре монтажные отверстия, с помощью которых фрезер фиксируется к столу. Резиновые ножки пришлось приклеить самодельные. Станина имеет достаточную массу для комфортной работы, но только в том случае если маховичок вертикальной подачи доработан и легко вращается, но об этом чуть позже. Вертикальная стойка представляет собой отрезок анодированного алюминиевого профиля, один торец которого зафиксирован на четыре винта к чугунному основанию, а второй верхний торец закрыт пластиковой заглушкой. Пластиковая заглушка является упорной частью вертикальной подачи. Профиль стойки имеет две симметричные направляющие рельсы, ласточкин хвост. Между ними расположен винт вертикальной подачи. С завода вертикальная подача просто ужасная и это наверное один из самых жирных минусов этого фрезера. Инженеры проксона не заморачивались и просто запихали винт вертикальной подачи в пластиковую заглушку стойки. Поставили латунную шайбочку и затянули гайкой. Такое ощущение, что они даже не попробовали покрутить крошечный маховик. Крутить его приходилось с усилием, при этом одной рукой удерживая стойку от раскатки. Второй с трудом вращая маховик. Решение было найдено и предложено одним из форумчан в верфи на столе. Ссылка на пост будет в описании. Я последовал совету форумчанина и заказал на алиэкспрессе десяток упорных подшипников. Установил их на винт вертикальной подачи сверху и снизу пластиковой заглушки и подтянул гайкой. В результате маховичок можно вращать одним пальцем как вниз, так и вверх. В нижней части стойки предусмотрена пластиковая защита винта вертикальной подачи, состоящая из двух частей. Наружная часть защиты установлена на ласточкин хвост и свободно перемещается по профилю стойки. Внутренняя часть защиты вложена в специально выбранную четверть профиля и зафиксирована на головке фрезера. Таким образом, при движении головы внутренняя часть защиты движется за ней. Ходовая гайка черного цвета, похоже, что выполнена она из графита наполненного капролона. Корпус головки фрезера выполнен из алюминия. Для избавления от люфта, который возникает между головкой фрезера и стойкой, предусмотрена регулировка. Регулировка выполняется при помощи юстировочных винтов, которые оказывают давление на латунную полосу, находящуюся между направляющими головки и стойки. Для регулировки необходимо ослабить контрогайки, винтами поджать или ослабить латунную полосу и зафиксировать винты контрогайками. Между регулировочными винтами расположен винт с накаткой, который должен по идее фиксировать головку в нужном вертикальном положении, но он лишь делает подачу чуть туже. Внутри головки фрезера находится блок управления электродвигателем и сам коллекторный электродвигатель мощностью 100 ватт. Двигатель развивает от 5 до 20 тысяч оборотов в минуту. Пояс двигателя соединена со шпинделем напрямую через пластиковую кулачковую муфту, поэтому на выходе мы получаем высокую скорость и низкий крутящий момент. Отсюда следует, что на фрезере можно работать только фрезами маленького диаметра с небольшим съемом материала. Между полумуфтами находится упругий венец. Снимать полумуфту со шпинделя и доставать его я не стал. Производители сэкономили на нормальном винтике и поставили какой-то одноразовый мягкий винт с крестовым шлицом, который сразу замялся. Судя по взрыв схеме, шпиндель посажен на два шарикоподшипника. Звук, который издает фрезер при работе, не самый приятный. Жесткий, звонкий и немного дребезжащий. При этом, двигатель, не подсоединенный к шпинделю, чуть слышно жужжит. Внутри корпуса находится блок управления электродвигателем с вынесенными наружу регулятором оборотов и кнопкой включения. Сами органы управления точно такие же, как на бормашинках Proxxon. Единственное, к чему здесь можно придраться, это колесико регулировки оборотов вынесено далеко и ощутимо хлябает. Рабочая часть шпинделя полностью идентична шпинделям бормашинок Proxxon и совместима с остальными трехлепестковыми цангами, которые идут в комплекте. Плечи для затягивания гайки шпинделя идут в комплекте с фрезером. Они постоянно нужны под рукой, поэтому для их фиксации я приклеил к вертикальной стойке станка на цианокрилатовый клей два неодимовых магнита. Теперь рассмотрим координатный столик фрезера. Рабочий стол, как и стойка, выполнен из алюминиевого анодированного профиля. Размеры столика в плане 200 на 70 мм. Он имеет три Т-образных паза на всю длину. Длина продольного перемещения столика 134 мм, поперечного 46 мм. Направляющий на обеих осяк также в форме ласточкиного хвоста с возможностью регулировки. Свободный ход ходовых винтов составляет 1,2 мм. Лимбы пластиковые с ценой деления в 0,05 мм. Винты подачи с метрической резьбой М6 и шагом 1 мм. Крепится координатный стол к основанию фрезера четырьмя винтами М4. Чтобы его разобрать, необходимо ослабить регулировочные винты, поджимающие латунные планки в направляющих. Ножом откинуть пробку напротив маховичка, открутить гайку и снять заглушку с торца столика. И тут открывается профиль столика, а посередине профиля под средним Т-образным пазом бросается в глаза толщина нижней стенки около 2 мм, что говорит о низкой поперечной жесткости профиля. И в некоторых ситуациях столик выгибает. Я не ограничился установкой упорных подшипников на ходовой винт вертикальной подачи. Заодно поставил подшипники и на ходовые винты продольной и поперечной подачи координатного столика. По два подшипника на каждый винт. Один у маховичка в начале винта, второй перед гайкой в самом конце винта. Для того, чтобы подшипники упирались в металлическую пластину, которая установлена на торце профиля, пришлось расширить немного отверстия в пластиковой заглушке. Если установка подшипников на вертикальной подаче ощутимо улучшила вращение ходового винта, то на координатном столике я изменений практически никаких не заметил. Выкрутив винт продольной подачи из ходовой гайки, сдвигаем по направляющим рабочий столик с суппорта поперечной подачи. Суппорт выполнен из литового алюминия с фрезерованными направляющими. В центре суппорта расположена капролоновая ходовая гайка. Снимаем суппорт. Ходовой винт поперечной подачи имеет левую резьбу. Выкручиваем ходовой винт, освобождаем торцы профиля от заглушек и сдвигаем суппорт с основания столика. В основании столика применен профиль потолще, чем на рабочем столике. И фиксируется он четырьмя винтами, поэтому тут с жесткостью проблем нет. Пластиковая защита от стружек, как видно, на 100% не защищает винт от попадания на него стружек. Суппорт с обратной стороны также имеет фрезерованные направляющие с регулировочными винтами и ходовую гайку в центре. Судя по черному цвету, это графитонаполненный капролон, такой же как на гайке вертикальной подачи. В целом координатный столик справляется с поставленными задачами и обеспечивает достаточную точность в пределах примерно 0,05. Конечно, хотелось бы видеть конструкцию материала посерьезнее за такие деньги. Из крепежных элементов в комплекте со станком идут ступенчатые зажимы. Фиксация зажимов мудреная. Вместо шпильки с квадратной гайкой можно было применить болт М6 со специальной головкой под Т-образный паз. Сверху лапка зажималась обычной гайкой, я заменил ее на вороток. Пользуюсь зажимами я редко, в основном использую в работе стальные тиски ПМ40. Тиски продаются в деревянной коробочке со сбежной крышкой. Изготовлены они из стали, рабочие поверхности шлифованные. Тиски выполнены добротно и сразу возникает желание увидеть весь микрофрезер в таком добротном исполнении, с применением стали и четко шлифованных элементов. Ширина губок 46 мм. Максимальное раскрытие губок 34 мм. На статичной губке имеется призматическая канавка для зажима стержней. Подписчики моего канала могли наблюдать тиски в работе в некоторых видеороликах, в том числе в видео о изготовлении кукольной кроватки. Следующая приспособа для фиксации заготовок, которая частенько нужна в работе, это делительная головка. Она, как и тиски, продается в деревянной коробочке. В комплекте, помимо делительной головки, весь необходимый крепеж и два воротка для патрона. В делительной головке применен проксоновский патрон диаметром 50 мм, который также используется в миниатюрном токарном станке по дереву DB250. Патрон изготовлен из стали. Кулачки универсальные, поворотные, то есть могут использоваться как прямые, так и обратные. До начала сведения кулачков необходимо зафиксировать патрон от вращения винтом с накаткой. Движение кулачков осуществляется за счет вращения верхней части относительно зафиксированной нижней части. Для этого используется вороток, который вставляется в одно из трех предназначенных для этого отверстий. При вертикальной установке делительной головки в качестве крепежных элементов применяются точно такие же болты, как и для фиксации тисков. На тыльной пластине по оси вращения патрона имеется отверстие диаметром 11 мм, которое позволяет зажимать и обрабатывать длинные заготовки, не превышающие в диаметре этого отверстия. Делительная шкала проградуирована на 360 градусов с ценой деления 5 градусов. Имеется нониус. Делительная шкала нанесена на алюминиевое кольцо, которое в свою очередь прикручено к патрону. Как видно, конструкция головки элементарная, но и она не лишена изъянов. Патрон немного люфтит в алюминиевой основе и качество самого патрона не самое лучшее. С металлами на этом станке я работаю редко. Мне кажется, что этот станок предназначен для более мягких материалов. Покупал я его прежде всего для работы с деревом. Для работы с погоножом, чтобы иметь возможность прогонять на заготовках различные профили, я сделал боковой упор. В качестве основы многослойная фанера, построганная и покрытая маслом. Сам боковой упор выполнен из анодированных алюминиевых профилей, которые продаются в магазинах. Неравнополочный уголок 15 на 25 мм использован в качестве рамы упора. Упорные планки выполнены из прямоугольного массивного профиля 6 на 20 мм и раздвигаются в зависимости от диаметра применяемой фрезы. Либо полностью смыкаются, если фреза работает за пределами упора. Настраивать вылет фрезы и глубину съема материала очень удобно за счет точных подач координатного столика. Ну и последнее. Минус вертикальной подачи фрезера не только в тугом вращении маховичка, но и в его расположении. Если горизонтальная плоскость, управляемая координатным столиком, понятна и удобна в работе, то вертикальная остается подвешенной в воздухе и не имеет каких-то базовых точек. С ней работать не очень удобно. Поэтому я решил оснастить вертикальную подачу цифровой линейкой. Заказал на алиэкспрессе линейку нужного размера и изготовил из алюминиевого профиля необходимый крепеж. Два кронштейна для фиксации самой линейки к алюминиевой стойке фрезера и один кронштейн для фиксации измерительной головки к головке фрезера. Практически все работы по изготовлению крепежа я выполнял на этом фрезере. С электронной линейкой работать стало гораздо проще и удобней. Подводя итог, хочется отметить, что этот фрезер, как и все выпускаемые настольные станки фирмы Proxxon, имеет в основном хоббийную направленность. Его основное преимущество – малые размеры, мобильность и возможность работать с мелкими заготовками. Очень мелкими. К недостаткам я отнесу высокий уровень неприятного шума при работе, неудачно реализованную вертикальную подачу, слабый профиль рабочего столика и маленькие маховички, которые крутить не очень удобно. На этом все. Спасибо за просмотр и до встречи на канале.